приветствую всех на канале меня зовут наталья и в сегодняшнем видео будет очень много полезной а главное нужной информации мне очень много дают задают вопросов про аппликаторы каким аппликатором я пользуюсь одноразовый он или нет как его почистить если вдруг вот у вас как как у меня застыл клей чем почистить сегодня я расскажу свой вариант как я чищу и альтернативный вариант возможно средства которым чистите у вас есть дома также оставлю ссылку на аппликаторы где съемные носики у меня это один размер носиком в ссылке там будет несколько размеров и в зависимости от того какую работу вы будете делать можно менять носики или если у вас клей еще хорошая носик уже закупорился то просто поменять насадку и работать дальше и когда будете чистить почистите все сразу и также расскажу про клей которыми работаю это наверное самый задаваемый вопрос поэтому если вам интересно оставайтесь со мной приступим я даже подготовила себе шпаргалку знаю почерк у меня корявый и с ошибками но ничего главное что я понимаю и здесь все чтобы я ничего не забыла а сейчас приступим конечно для начала нам надо все открутить тут у меня ничего не вытаскивается пока оставляю как есть и для чистки я использую самое обыкновенное средство для снятия лака салфеточку поставила чтобы не текло и вот это средство я заливаю бутылочку видите протекает но ничего так убираю и теперь бутылку снова закрываю тут пока ничего не двигается и вот так начинаю надо растворить можно даже ненадолго оставить чтобы полежал чтобы вот этот клей как бы ацетон его растворил и сейчас расскажу чем еще можно почистить возможно у кого там мужья занимаются покраской или клеями есть специальное средство которое растворяет вот вы видите уже начинает двигаться тот который растворяет клей но они обычно продаются в большом объеме и конечно цена у них кусается и если у вас такого нету то игру можно воспользоваться простым ацетоном и вот таким образом конечно это не быстрый процесс можно оставить на 5-10 минут именно в таком положении чтобы там немножко все растворилось вот вы видите клей у меня там уже начинает отделяться от тюбика и продолжаю вот так трясти во все стороны как-то это дело сдвинуть с места 10 минут тряски и у меня так достаточно все хорошо отошло уже посмотрите и иголочка уже теперь я все это выливаю я специально оставила контейнер от сметаны и все что можно вот выковыриваю посмотрите все там растворилась и все можно хорошо вытащить все что можно оттуда вытащить вытаскиваю он уже такой мягкий стал поэтому все это легко вытаскивается и продолжаю работу можно также использовать мокрую салфетку вот я все туда забиваю и все прочищаю все очень хорошо прочищается и эту салфетку выкидываю снова наливаю ацетон и повторю второй раз где у меня носик фото сейчас можно уже без иголочки и вот вы видите бутылочка уже намного чище стала также потрясаю ее и затем выдавливаю стараюсь носик если носик не проходит несколько раз иголочка его зачищаем и продолжаем работу можно будет его потом изнутри почистить и изнутри прохожу вот все иголочка вышла закрываю бутылку и еще раз ее так хорошо потрясу так и еще забыла сказать снимаем носик и также вот вы видите здесь тоже клей закупорил все все прочищаем вот он и все это дело все вычищаем носик у меня чистый одеваю и проверяю вот вы видите все проходит также будет проходить клей еще немного все это дело потрясу чтобы уже все остатки растворились и все вылью продолжаю работу ну вот 20 минут на это я потратила но бутылка у меня чистая и все работает можно заливать клей и работать и также еще был вопрос как заливать клей не буду в эту бутылочку в рабочую бутылку залью так как я сегодня с ней буду работать и клей не пихаем вот туда вот этот носик потому что клей закупориться и будет выползать назад на весу вот так на расстоянии там один сантиметр или сколько как вам удобно и просто туда заливаем клей вытираем один разносик клей еще будет продолжать идти но так как мы давили вот и все закрываем тюбик закрываем этот тюбик и можно работать и теперь немного про клей которым я работаю в основном я использую клей фирмы уху это немецкая фирма мне очень нравится работать с этим клеем он бывает разные чуть гуще чуть жиже это кому как но я использую для разных видов работ в основном я пользуюсь вот с осликом и это тоже очень хороший клей у меня еще есть вот такой клей этот клей я больше использую для ткани также прозрачный можно использовать но все-таки предпочитаю уху в россии можно купить клей момент кристалл это мне одна из подписчиц прислала мне огромное ей спасибо также работать хорошо с ним приклеивать камни держит отлично чуть не забыла самый удобный объем для аппликатора это 15 миллиграмм это и немного и немало но вполне хватает для работы и еще один важный момент никогда не разбавляйте клей ацетоном или чем-то еще он теряет свою структуру так скажем он у вас приклеить но приклеит но ненадолго поэтому клей можно разбавить только таким же клеем добавить в бутылочку и работать дальше или бутылочку почистить если вдруг у вас засохло сегодня мы с вами это делали надеюсь информацию который я сегодня рассказала было вам полезно если вдруг у вас возникают какие-то вопросы всегда пишите под видео я рада ответить и помочь если вдруг это не получается сразу словесно объяснить то я буду снимать отдельное видео выписывать ваши вопросы и конечно же отвечать а на сегодня все если вам видео понравилось не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно а также подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы не пропустить самое интересное творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока